Минувший год для Славянска на Кубани был совсем непростым. В начале, а затем и в середине года здесь ликвидировали последствия подтоплений. Проведение специальной военной операции и частичной мобилизации стали испытанием для горожан и потребовали напряжения сил. Славянские активисты включились в работу по сбору гуманитарных грузов для защитников Отечества. Об этом и многом другом говорилось на расширенной сессии Совета депутатов Славянского городского поселения. Более подробно об этом событии мы расскажем в первом материале выпуска. Депутаты Советов города и района, представители силовых структур, администрации, общественники, руководители предприятий и организаций были приглашены на сессию Совета городского поселения, на которой подводились итоги работы главы администрации города за 2022 год. Ежегодные отчеты о работе стали необходимостью. Они вызваны потребностью сверить действия власти с мнением населения и обсудить планы на будущее. Александр Берсенев представил вниманию депутатов и приглашенных лиц подробный доклад, которым был дан анализ всего сделанного за год. Своё выступление глава Славянска на Кубани начал со слов благодарности и поддержки нашим землякам-участникам специальной военной операции. Он отметил важность постоянно проводимой работы по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Несмотря на то, что минувший год прошёл с испытаниями, город продолжал развиваться. Выросла промышленность, увеличилась доходная часть бюджета. Фактические расходы бюджета составили 912 миллионов 900 тысяч рублей, что в 1,7 раза больше 2021 года. На благоустройство, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство было направлено больше всего расходов – 556 миллионов 500 тысяч рублей. На содержание общественно-социального центра израсходовано свыше 232 миллионов рублей. Александр Берсенёв рассказал о преодолении последствий аварии на канализационном коллекторе, которые начались после обильных осадков и привели к чрезвычайной ситуации в городе. Выходом стал капитальный ремонт всей системы. Ремонт дорогостоящий, поэтому городской администрации на эти цели удалось привлечь порядка 57 миллионов рублей из краевого бюджета. Под замену попадает порядка 1300 погодных метров железобетонных труб. Заменены участки в поселке Сорхозном, от улицы Клагя до Строительной, по улице Краснодарской, от Новой до Артельной. Велись работы по улице Артельной от Краснодарской до Троицкой. 6,6 миллиона рублей из местного бюджета направлено на устройство напорного трубопровода для аварийного сброса бытовых источных вод. Работы проводились на участках от Краснодарской и Новой до главной насосной станции в поселке Сорхозном. В этом году реконструкцию коллектора планируем продолжить. В приоритете работа с обращениями граждан. За год в администрацию поступило свыше 2400 устных и письменных заявлений. В городе давно сложилась практика общения власти с жителями. Свои вопросы славянцы озвучивают во время приемов по телефону горячей линии через почту. На все обращения администрация старается своевременно реагировать. Вот несколько примеров принятия мер. Славянцы просили обратить внимание на участок дороги по улице Проточной от Осовской до товарища Хуторок. Дорогу подсыпали, продвижировали. Подсыпано также щебнем и улицей от Мономинска, от Советска, в сторону Школьной. Очищенный линисток по улице Дружбы народов от Крупска до Батарейной. По улице Линя между Комсомольской и Больничной. Восстановлено освещение детской площадки во дворе дома по Красноплодской 3. Освещение двора по улице Спортивная 15. Делу очень помогает тесное сотрудничество городской власти с представителями депутатского корпуса территориального общественного самоуправления. В решении вопросов с обращением их граждан хочу поблагодарить депутата законодательного собрания Виктора Васильевича Чернявского. Благодаря его поддержке в городе появились две новые игровые площадки. Детские комплексы с горками и турниками установлены в Кубрисе и на территории школы номер 18. Большие шаги в развитии города – это реконструкция городской набережной, открытой в конце года центра единоборств. Идет капитальный ремонт улицы Запорожской. Александр Берсенев сказал, что уже проводится работа по выполнению планов 2023 года. Многие проекты начаты. Подытоживая сказанное, он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достигнутые городом успехи – руководителей, специалистов и рядовых тружеников. После основной части глава города ответил на вопросы собравшихся, которые касались в основном темы благоустройства и обеспечения комфортности проживания. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что развитие Славянска на Кубани – экономическое и социальное в центре внимания районных властей. А также он положительно оценил объем сделанной работы. Я считаю, что действительно многое сделано, так как-то по крупицам, по крупицам собирается большая такая работа. Успех района заключается в том числе и в успехе наших и города, и сельских территорий, и социальной сферы. Поэтому мы, конечно, радуемся, когда у нас что-то получается вместе, если проблемы, стараемся их вместе решать. Сейчас вот, пока слушал доклад, записи свои посмотрел, значит, администрация района помогла в целом городу. Вот из бюджета, вы слышали, бюджет, собственно, доходы плюс там привлеченные. Ну, худо-бедно 120 миллионов рублей. Роман Сенеговский подчеркнул, что принятые кардинальные меры по улучшению работы ливнеотведения позволят минимизировать последствия возможных подтоплений. Мы видели славы и места, над которыми нужно было поработать. И вот еще раз хочу сказать спасибо, что были деньги, на которые были приметены насосы. И квартальные где-то нам подсказали, которые много лет работают. Ну и в целом Александр Борисович, гидротехник, в этом разбираются. Кое-какие улицы прочистили, построили трубчатые переходы. Еще работы в этом году будут продолжаться. Для славянцев было очень важно получить из первых рук информацию о том, что сделано в городе за год. Они прекрасно видят, что происходят изменения к лучшему. Наш город, видно, что он процветает, процветает. У нас красивый город, которым можно гордиться. Не стыдно пригласить гостей и провести по нашим улицам. Что касается малого бизнеса, это действительно оказывается помощь и со стороны администрации. И также наши предприниматели остаются небезучастными в жизни города. Все идет в своем чередом. Спасибо и главе города, и главе района за помощь малому бизнесу. Мы видим новые кварталы, уютные, красивые. То есть здесь всегда есть где отдохнуть, любой с картинами нашего города. Он зеленый, он ухоженный. И когда мы начинаем спорить, какой город лучше в Краснодарском крае, я всегда говорю, самый лучший город Славянска-Кубани. Здесь прошла вся моя трудовая деятельность. Здесь выросли мои дети и растут внуки. Я горжусь этим городом. И пусть он дальше процветает и хорошеет. Работа главы города и администрации была признана удовлетворительной. Славянцы довольны тем, что их любимый город уверенно развивается и становится краше. Впереди новые свершения. Будет сделано все необходимое, чтобы славянцы жили еще комфортнее. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.